Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, мы на финансовых рынках с самого утра и продолжаем говорить и разбирать о ключевых фундаментальных событиях. Сегодня, друзья, наконец-таки у меня хорошие новости, которые не могут не радовать. Вроде бы как поверим в ту информацию, которая сейчас гуляет в сети. Великобритания и Китай близки к получению вакцины против коронавирусной инфекции. Мы говорим о ней на протяжении двух последних недель. Признали тот факт, что количество инфицированных позволяет говорить о самой настоящей пандемии. И вроде бы, друзья, есть свет в конце туннеля. Я безумно рад этим сообщением, потому что торговли на финансовых рынках одно, а вот неопределенность и проблемы, с которыми сталкивается человечество в таком масштабе, это совсем другое. Что это значит, друзья? Это значит то, что у нас через некоторое время, не будем прогнозировать, когда именно, но хотелось бы побыстрее, появится возможность снова переключиться на традиционные фундаментальные идеи, которые более предсказуемы с точки зрения анализа, более интересны с точки зрения регулярных публикаций и, наверное, потенциально более привлекательные для отработки на долгосрочной основе, потому что за классическим фундаментом скрываются основные тренды, и мы их пытаемся, друзья, поймать. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что в данный момент происходит на финансовых площадках. Brent у нас котируется на уровне 56.34. Рынчный оптимизм распространился и на котировке углей и водородов. Покупатели перехватили инициативу. Я бы пока что не стал говорить о том, что мы сейчас наблюдаем за полноценным разворотом, который в конце концов перерастет в новый тренд и вернет котировки выше 60 долларов за баррель. Нет, конечно же, еще рановато делать такие прогнозы. Рынок отреагировал на меры правительства Китая по поддержке стабильности финансовой системы. Как вы знаете, за последние три дня Народный банк Китая влил в экономику более 2 триллионов юаней. Это успокоило экономику. Тем не менее, друзья, мы уже с вами признали факт того, что сам факт распространения вирусной инфекции в прошлом месяце и в этом уже отразился на экономике не самым лучшим образом. И последующие индикаторы, которые мы будем анализировать в ходе следующего месяца, они как раз будут давать более объективную картину вот этих макроэкономических проблем. То есть мы говорили о падении спроса на нефть со стороны Китая. То, что вакцина на подходе, то, что ее удастся найти, не значит то, что вот так вот по щелчку пальца завтра запустятся заводы и спрос на нефть вернется к прежним показателям. Не сразу, друзья, это произойдет. Поэтому проблема недостаточного спроса, слабости этого спроса и значительного предложения, она еще какое-то время сохранится. И тут, конечно же, очень многое зависит от ОПЕК, которые проявили проактивную позицию. Как вы знаете, вчера весь день заседали, пытаясь найти решение, как же поддержать баланс на рынке углеводородов, но решения не было. Эту встречу снова продлили на один день до четверга. Фактически сегодня, можно сказать, третий день заседания технического комитета. И сегодня мы будем следить за тем, какое решение будет принято. Если страны ОПЕК согласуют дополнительное снижение добычи меньше, чем на 500 тысяч баррелей, это станет, друзья, не позитивом, а негативом для рынка. Потому что только лишь показатель в 500 тысяч и выше может помочь стабилизировать ситуацию и компенсировать недостаток спроса со стороны Китая. На фоне сохраняющегося значительного роста предложения в глобальных показателях. Но есть негативный момент уже по данным Reuters. Это, опять же, новость, в которой несколько часов Россия не очень-то хочет поддерживать инициативу по дополнительному сокращению нефтедобычи. Поэтому, друзья, давайте следить за тем, как будут обстоять переговоры. Повторюсь, что пока что риск для нефтянки сохраняется. Проблему недостаточного спроса, может быть, и удастся решить, но не сейчас. Потенциал отработки нисходящей динамики, он еще не исчерпан. К тому же, где-то фоном поджимает еще и статистика по запасам. Как вы помните, официальные данные также сообщили от Минэнерго, что запасы выросли. Дальше идем. Доллар иена 109.94 нету причин негативить так, как мы раньше негативили, поскольку количество тех, кто смог оправиться от этой пандемии, увеличивается. Как я уже отметил, вакцина действительно будет найдена. Хотелось бы, чтобы побыстрее иена в связи с этим начинает проигрывать. Доллар прет, поскольку американская валюта, помимо защитных свойств, очень неплохо отрабатывает. И сильные макроэкономические данные у нас на этой неделе был отчет по производственному сектору АСМ, который и индексу разгона инфляции оказался лучше прогнозов. Накануне вышел отчет по АСМ в секторе услуг. 55,5, друзья, рост с 54,9. Еще один сектор, который будет позитивно влиять на экономику США в целом, стимулируя дальнейший рост. Отчет ADP, который предваряет Non-Farm Paralels, и тут порадовал 291 тысяча новых рабочих мест. Это максимальный прирост 2015 года, то есть фактически за 4 года. Настраивает, конечно же, на оптимистичный лад и позволяет нам говорить, что в пятницу Non-Farm Paralels, то есть фактически уже завтра, так же вряд ли разочаруют. И еще один позитивный момент. Сенат США проголосовал против импичмента Трампа. Это вишенка на торте, которая укрепляет позиции доллара, снижает вероятность того, что Федрезерв в такой ситуации будет снижать процентные ставки. Смотрим за парой. Если доллар-иена закрепляется выше 110, если новостной фон не ухудшается, ну, мало ли какие новости могут прийти еще касательно пандемии. Тогда, друзья, будем готовиться к покупкам уже выше 110 с расчетом на дальнейший рост. Золото 1554. Здесь вот держим длинные позиции. Те, кто не покупал по мере отката в район 1550, хорошая возможность докупиться, либо просто войти в эту сделку. Потому что причины для роста золота даже помимо коронавируса хватает. Это и затяжные торговые переговоры Англии и Европейского Союза. Это торговая война США и Китая. Это потенциальный мировой экономический спад и события на Ближнем Востоке. В связи с этим золото, на мой взгляд, будет вообще интересно для длинных позиций в рамках всего 2020 года. Евро против доллара ниже уровня 1.10. Друзья, ждем пару на отметке 1.0950. Если эта цель будет достигнута в рамках недели, будет совсем хорошо. Вчерашнее выступление Кристиан Лагард подтвердили то, что влияние коронавируса на европейскую экономику значительно. В связи с этим, как отметила Лагард, экономические стимулы останутся в силе. Сегодня производственные заказы по Германии ждем. Как и всегда, настраиваемся на слабый релиз в случае, если статистика действительно разочарует, в чем я не сомневаюсь, евро сохранить нисходящую динамику. Фунт 1.2979 вчера предпринял попытку восстановиться до уровня 1.31, когда вышел отчет по активности в сфере услуг. Цифра действительно хорошая, 53.9 с 52.9. Однако очень быстро инициатива снова перешла к продавцам, когда появились сообщения, что Европейский Союз хочет переписать директиву МИФИТ для того, чтобы ограничить деятельность финансовых рынков Лондона. Тут вопрос на засыпку. Друзья, как вы думаете, что на фоне таких мер можем ли мы рассчитывать на конструктивные и идеальные торговые переговоры по торговому партнерству ЕС и Англии уже после окончательного завершения Брегзита? Я думаю, что вот эти камни преткновения, они становятся все более и более очевидными. Нас ждет год неопределенности, который мы будем использовать для продажи британца. Австралия с против доллара 0.6758 сейчас котировки. На отметке 0.6750 я рекомендовал выйти из торговой позиции. Движение австралийского доллара сейчас абсурд. Вообще позиция резервного банка Австралии тоже была абсурдной. Банк Австралии осознал ошибку, которую совершил, не снизив процентную ставку. Нужно, чтобы и Филипп Лоу все-таки признал негативное влияние на экономику пожаров и вируса. Когда это произойдет, друзья, вернемся к продажам. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...